Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро! Тогда вопрос, а что же такое гармоничное развитие состояния ребенка? Мне кажется, это когда физическое и психологическое здоровье ребенка находится в таком балансе. Именно об этом мы поговорим сегодня. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Красота в нашей студии прямо с самого утра! Спасибо большое, что пришли в город женщин. Мне кажется, вот именно в городе женщин должно быть как можно больше таких мамочек, как вы. Давайте начнем по очереди. Познакомьте нас с вашей семьей. Начнем, наверное, с Натальей. Наталья, расскажите, какая у вас семья на сегодня? У нас семья спортивная. Логично! Да, потому что муж у меня также является спортсменом. Познакомились мы с ним в 2004 году во время Дети Азии. Были вместе в сборной. По легкой атлетике выступали. И в 2009 году мы сыграли свадьбу. Родился первый сын Сережа, 9 лет ему. И сейчас, 5 месяцев назад, у нас второй сын родился. Вот так вот. Да. Ну, на то, чтобы я выполнила норму мастера спорта международного класса, меня смотивировал мой ребенок. Потому что после того, как ему исполнилось 3 года, я подумала, что ребенок должен брать мотивацию с родителя. Потому что в свое время я тоже взяла мотивацию со своего отца. Он у меня тоже является спортсменом. И также хотелось, чтобы он мною гордился. Вот так вот. Потому что муж мой уже являлся мастером спорта. А, то есть у вас такой спортивный друг за дружкой идете, да? Да, спортивный друг был. Муж уже мастер спорта, вы нет, да? И вот вы, даже ребенок смотивировал вас, чтобы вы достигли вершин, как ваш супруг, да? Да, и также хочу, чтобы его будущие дети тоже брали мотивацию. Потому что все-таки спорт, он должен быть у каждого ребенка. Да, он, получается, благодаря спорту ребенок становится целеустремленным, мотивируется. И по жизни он все равно помогает. Спортсмены, они сильные духом. У вас, значит, семья такая сильная духом, да? Да. Хорошо. Ничто у нас не покажет. Варвара, ну расскажите вы про свою семью. У вас трое замечательных детей, у вас многодетная семья. Трое детей. Мы поженились с мужем по большой любви. Живем уже более 14 лет. И первые 6 лет совместной жизни мы посвятили друг другу. Вот так вот? Да, мы узнавали друг друга, строили жизнь, строили карьеры, бизнес. И потом решились на детей. Родился у нас сын, второклассник. Есть еще дочка 5 лет. И малышка 5 месяцев. Вот так вот. У вас, кстати, одинаковые. Маленькие дети по 5 месяцев. Мы познакомились... В роддоме. Не в роддоме, а после роддома. Отлично. Очень интересно. Вот мы сейчас видим фотографии ваших семей, девушки. Но вот если в случае с Варварой, у вас интересно, да? Вы 6 лет жили в свое удовольствие, да? То есть это была прям цель у вас, да, такая? Или просто вы не торопились заводить детей? Да, мы вообще подходили к такому вопросу очень осознанно. И мы планировали, скажем так, да? Мы хотели встать немножко на ноги, да, скажем так. И что-то узнать новое. Мы успели пожить за границей, например. И в целом, как бы немножко притирались друг к другу, получается. Притирались. Прошли, в общем, на такую школу жизни, да? Поняли, что можно прожить и за границей вместе, что он тебе там не раздражает и не надоедает, да? И затем перешли уже к такой более семейному. Когда уже поняли, что уже пора заводить детей, что мы хотим, очень хотим детей. У нас родился сын. Вот так вот. Наталья, вот, а у вас случай вообще интересный, да? У вас спорт связал, да? Да, спорт связал. Прямо спорт. Вот о своей карьере. Вы спортсменка именитая в нашей республике. И вот ваши награды и достижения, это, наверное, отдельная такая прям тема. Да. Благодаря моему тренеру Татьяне Юрьевне Жирковой я за очень короткий срок, за два года с кандидата мастера спорта, выполняла мастера спорта международного класса. До этого я, естественно, в ДСШ опять занималась, с детства, с седьмого класса. Но таких успехов, ну, на уровне республики я выступала. Ну, потом уже, вот, все-таки после рождения сына, осознанно я решила тренироваться и посвятить свою жизнь именно легкой атлетике. Сейчас, в данный момент, работаю в ДСШ опять, также тренирую деток, мотивирую их. И сейчас, ну, в данный момент в декретном отпуске. Дети мои очень меня ждут. Я сама очень жду выхода на работу. Вот так вот. То есть вы уже хотите полностью окунуться в работу, да? Да. А вот, Варвара, мы знаем, что у вас тоже интересная такая профессия, и вы сейчас работаете тоже с детьми. Да. Ну, получается, у нас с мужем совместный бизнес, частный детский сад. То есть, ну, кому как не мне быть выходной матерью, да? Да, да, да. Ага, то есть проблем с детским садом у нас нет. Поэтому мы продолжаем заниматься своей деятельностью. То есть, не беременность, не роды, не рождение вот маленького ребенка, не мешает мне руководить. Я постоянно онлайн, постоянно на связи и с родителями, и с педагогами, и... Ну, работаю. Да, то есть детки без вас там не скучают в детском саду, да? Руководитель онлайн, так сказать, можно, да? Вот сегодня, интересно, вы привели своих старших сыновей к нам в студию, да? И у вас дома маленькие пятимесячные лялечки. Вопрос. С кем оставили? С бабушкой. С бабушкой. Вы нас папой. Папой. Вот так вот справляются и папа у нас с этим. Девушки, ну мы сегодня говорим о психологическом, да, воспитании ребенка и вот о физическом, да? И интересно было бы узнать у вас, да, насколько для каждой из вас вот важно и психологическое развитие, и физическое, и что вы для этого делаете, да? Ну вот возьмем хотя бы, в пример, вот мальчиков старших, да? Ну, пятимесячных-то мы пока трогать не будем, да? Вот по старшей ребятишке. Даля? Ну, мне кажется, именно для психологического, все-таки физиологическое, оно в совокупности идет. Мы его с детства также приучаем к спорту. Спорт у вас. А далее, сейчас он занимается в футбольном клубе, и там, ну, вообще, я считаю, что спорт, он является отличным способом психологическим, потому что ребенок там раскрывается и не дает себя в обиду элементарно. И, естественно, мы с ним всегда разговариваем дома, как он должен себя вести в том или ином случае. И мне кажется, мы справляемся с собой. То есть у вас все через спорт? И психологическое воспитание, и физическое? Все туда? Да. Хорошо. А, Варвара, вы как? Мы стараемся учить детей уважать других людей, быть добрым, честным. Постоянно разговариваем, беседуем на эти темы. И своим примером тоже стараемся показать, как себя нужно вести в разных ситуациях. И учим проговаривать свои эмоции. То есть если ему грустно, говорит, что мне грустно. Почему объяснять? И очень важно быть ребенку другом, чтобы он мог поделиться любыми своими эмоциями, чтобы он умел осознавать их и решать сам свои какие-то возникающие задачи. То есть, Варвара, у вас есть такой вот, как бы, может быть, час там, или как, вы садитесь и говорите, расскажи мне, что у тебя на душе, да? Или как, расскажи, какие эмоции ты испытываешь, как это происходит. Просто я такое не практикую, мне немножко это в диковинку. Ну, нет такого, что так, сейчас у нас начинается психологический час, да, такого нет. Например, утром не хочет вставать, поздно лег, говорю, и ты начинаешь. Встан, вставай. Почему? И надо его смотивировать, почему ему нужно встать. Тебе нужно сейчас одеться и пойти в школу скорее. Если ты опоздаешь на занятия, ты пропустишь, что скажет важный учитель, и будешь сидеть, не понимать дальше, о чем идет речь. Так глобально вы подходите. То есть, все надо объяснять, и самое главное, давать ребенку мотивацию, чтобы он сам хотел встать. То есть, не так, что быстро встал, пошел, такого не должно быть. То есть, надо ему все объяснять. Даже все дети, начиная с двух лет, уже понимают, они все понимают. Поэтому все надо объяснять, мотивировать. То есть, вы так, с точки зрения больше психологии, когда подходите, очень все спокойно, ровно. То есть, если он говорит, я не хочу, я не хочу, говорит, почему ты не хочешь? Надо, потому что, потому что надо все объяснять. Тогда он сам думает и сам как бы мотивируется. Сразу видно, да, человек-педагог. Прям все четко, да, так, разложено по полочкам. А в этом, в плане, Наталья, у вас все-таки в спорте, да, и вот как вы ребенка приучаете к таким эмоциям, вот как словами поддерживаете, когда поражение, вот это вот, да, или победа, вот он такой, я крутой и классный, ведь это тоже эмоции. Здесь вот вы, у вас человек, вы все-таки в спорте уже давно. Ну, все равно мы всегда говорим, что он должен быть скромным. Потому что скромность, это сестра таланта, да, все-таки. Не надо слишком, когда тоже он побеждает, мы не стараемся надевать на него корону, потому что это только первая победа, и вот с таких маленьких побед. А как насчет поражений? Когда поражения, ну, поражения тоже нужны, не всегда же побеждать. Поэтому мы его, конечно, успокаиваем и говорим, что в следующий раз он победит. То есть вот так вот, да, все у вас прям по-спортивному, четко и понятно, да? Четко ясно. Утром встал, ты добьешься успеха вперед, и он сразу встает и уйдет. У вас вот так, да? Да. Утром встал, у тебя успех, а здесь тебе пора бы встать. Потому что, потому, потому что иначе, если ты не пойдешь, а там просто встать, подъем, рота подъем. Отлично. Мальчишки у нас занимаются арт-терапией, да, они релаксируют, там пойду-ка узнаю у них, как у них там обстоят дела. Напоминаю, что ребята занимаются не просто рисованием, они рисуют на плитке шоколада. Какая у тебя тут красота! Так, мальчишки, расскажите, впервые рисуете на шоколаде вы? Ну, да. Первый раз, да? Да. Так, Сереж, первый раз. А ты у нас, Сустан? Я тоже впервые. Первый раз. А вы попробовали глазурь-то уже пальчиком? Нет еще? Это все сладкое, это кушать можно, товарищи. Вы уж прям так серьезно-то не... Прямо вот, знаете, как можно сделать кисточку, обмакнул, облезал и дальше рисовать. Хорошо? И если вдруг у вас глазурь подсохнет, можно намочить язычком. Это и вкусно, и полезно, и можно кушать. Так, ребята, вот расскажите, вам сейчас... Вот вы сейчас какие эмоции испытываете? Вот что? Вот ты рисуешь сейчас, и что у тебя? Ну... Волнуешься? Ну, да. Волнуешься даже? Да? Ну, вдруг что-то там не то раскрашу. А, вдруг что-то не то раскрасишь, да? Хорошо, Сулустана, а у тебя какие эмоции? А ты просто там все замазюкал. Там был щелкунчик, и щелкунчик превратился, так сказать, не в щелкунчика. Какие у тебя эмоции? Что, переживаешь ты, или что делаешь? Ты просто ему зарисовал все лицо, да? И что? И ты счастлив, да, от этого я вижу? Ямочки на щечках. Или что? Сулустан, ну, вот ты сейчас что делаешь? А он вообще размешал. У Сулустана здесь, знаете, прям процесс очень яркий. К сожалению, не могу вам показать этого. Но вот просто он взял, и посмотрите, он свой подход, он смешал краски. У него здесь просто буйство красок. Я не знаю, видно, нет? Кстати говоря, вот такие замечательные шоколадные подарки мы приобрели от магазина «Конфаэль». Видите, это рисунки могут быть не только полезными, но и вкусными. И совсем скоро мы пригласим в студию психолога, который именно по этим рисункам даст нам характеристику детей и скажет нам, возможно, на что нужно обратить внимание или что на душе у нас, у наших мальчиков. Это называется арт-терапия. И мы совсем скоро узнаем результаты нашего художества. Ну а возвращаясь к вам, дорогие мамочки, вот что бы вы дали, вот какой совет? Все-таки вы у нас не просто мамы, да? Вы у нас и активные, и спортсменки, и умнички, и комсомолки, и работа у вас интересная. Вот как от мамы? Или, допустим, возможно, вот что бы вы хотели для своего ребенка? Давайте лучше так вот, идеальное будущее вашего сына? Ну, идеальное будущее это, конечно, чтобы мы гордились им, и чтобы он исполнил свою мечту, потому что у него уже сейчас, он уже три года мечтает стать пилотом. А он футболист пока, ну, да? Ну, футбол это как хобби. Да, ну, а будущую профессию он, ну, говорит, три года. Дри года. Ребенок маленький, да, но мы думали, поменяется, потому что в свое время я сама парикмахером хотела стать в детстве, да, и ветеринарами и так далее. Ну, вот он говорит пилотом стану, и, конечно, мы с мужем будем его поддерживать, и если он добьется того, чего он хочет, это вот самое истинное счастье для родителя любого будет. Хорошо. А у Варвары? Мы всегда вместе, всей семьей всегда-всегда вместе. 24,7, да, можно сказать. У нас общий бизнес. Мы вместе работаем, вместе отдыхаем, мы всегда вместе, и дети всегда с нами, и они никогда не были нам помехой, они всегда наши помощники. И хочу пожелать, чтобы, ну, не пожелать, мы считаем, что вот именно вот совместными усилиями и достигаются результаты, достигаются общие цели и реализуются общие мечты. И детям мы тоже стараемся прививать, чтобы у них было уважение друг к другу, чтобы они в будущем создали хорошие семьи, чтобы они были счастливы внутри, чтобы они делали то, что хочется им, а не то, что приказывают или хотят другие. То есть у вас такой, да, более спокойный подход, да? Да. Хорошо. Ну, давайте, я думаю, самое время пригласить в студию психолога, потому что мне очень интересно, что же там нарисовали наши дети на шоколаде. Я приглашаю в студию нашего психолога Екатерину Градинар. Проходите, Екатерина, идите ко мне сразу поближе. Екатерина является психологом детского сада «Звездочка». Здравствуйте, Екатерина. Пройдемте вот сюда, и я хочу вас сразу окунуть вот в то, что делают наши дети здесь. Вот быстренько оценочка этому творчеству. Все-таки мы сегодня говорим про психологическое здоровье ребенка, да? Арт-терапия. Вот вообще, вот здесь присутствуют элементы арт-терапии, вы считаете? Ну, конечно, присутствуют. Ну, во-первых, то, что я вижу, это наличие всех цветов, что, несомненно, радует, так как в норме, как бы, как и в жизни, должны присутствовать все. Все. И цвета тоже должны быть желательно все. То есть, если нам было дано три цвета, то, значит, хорошо, если ребенок использовал все их, да? Да, желательно, чтобы он использовал все их. Естественно, они должны соблюдать какую-то пропорцию, соответственно, они должны соответствовать смысловой тематике. Очень нравится, как мальчики пытаются рисовать по контуру, что для них, собственно, соответствует возрасту. Возрасту. То есть, они умеют, должны это? Сразу скажу, почему он, наверное, зарисовал лицо, потому что я предварительно подошла к ним, мы про это поговорили. И просто для них неизвестно, кто-то про щелкнувчик. То есть, если вот так вот он замазал все лицо, не надо думать, что что-то это отклонение. Да, сначала нужно об этом поговорить, у ребенка спросить вообще, он знаком с этим персонажем? Может, он просто незнаком, может, он сейчас сам ему нарисует, какие он хочет глаза, какие он хочет, или вообще лицо он сам себе ему нарисует, потому что он не знает ответ на этого персонажа. И действительно, ведь у шелкунчика такое своеобразное лицо, и кудри такие, завитушки, да? И, возможно, действительно, ребенок просто решил, что это не его образно. Пройдемте вот туда за стоечку, да? И давайте поговорим с вами про арт-терапию. Мамочки, кстати говоря, мы к вам позже присоединимся. Екатерина, с точки зрения психологии, арт-терапия, насколько она важна и полезна при становлении ребенка? Вот именно в возрасте школы, начальной школы. Смотрите, арт-терапия, вообще ее плюсы, почему мы ее используем? Во-первых, мы тем самым убираем ситуацию оценивания. Очень часто, когда проходят какие-то тесты, дети начинают волноваться, и тем более они понимают, что сейчас их оценивают. И тем самым мы не всегда получаем правильные, не то, что даже правильные, а результаты, которые соответствуют действительности. Арт-терапия, она позволяет эти границы убрать. Ребенок расслабляется и сидит, занимается тем, чем он занимается в птице каждый день. Все-таки дети очень часто рисуют. Во-первых. Во-вторых, арт-терапия тоже существует в нескольких видах. Бывает арт-терапия без тематики, бывает арт-терапия с тематикой. В чем минус арт-терапии с тематикой? Арт-терапия с тематикой нам не дает продиагностировать, если ребенок не знает. То есть, если ребенок не знает. Например, есть такая диагностика на психологическом, на тревожности, тогда мы просим ребенка нарисовать кактус. Кактус. Но если ребенок не знает, что такое кактус, все, мы от него не добьемся. Потому что если мы покажем ему кактус, фактически мы начинаем проверять, насколько он хорошо зрительно запомнил, как четко он перерисовал, но никак не самой цели этой диагностики выявления тревожности. То есть, это не надо, да, в основном, говорить ребенку, рисуя то, что он не знает, да? Нет. В этом мы вообще полностью убираем. Мы даже когда мы говорим, например, методика нарису человека, которую я хочу сегодня опробовать, мы никогда не говорим, какого конкретного человека мы рисуем. Мы говорим, просто нарисуй человека. А дальше начинается ряд вопросов. Какого человека? Что это за человек? Это мама, папа, это кто? Любого человека, которого ты захочешь. Сегодня мы это попробуем? Мы сегодня мы это попробуем. Хорошо. Если говорить о минусах арт-терапии? Арт-терапия никогда не используется в сама индивидуально. Это не единственный диагностик, по которому мы делаем выводы. Потому что все-таки давайте учитывать, что это относится к типу проективных. Это значит, что мы анализируем творчество, какую-то деятельность ребенка. И чтобы правильно проанализировать, нужно очень много об этом ребенке знать. Ну и на что-то же тогда нужно обратить внимание. Да, давайте посмотрим. Сейчас мы видим, это рисунки моих детей, которые посещают мой психологический кабинет. Смотрите, работа с пространством. В норме рисунок должен быть не сильно маленький и не сильно большой. Особенно здесь я бы хотела зацепить внимание на втором рисунке, где мы видим такого вот... Можно? Назад, назад, назад. На втором рисунке. Животное, я быстро скажу, буквально. Смотрите, там есть текст, этот текст, это пометки, которые я делаю при общении с ребенком. И там написано, что это злое животное. Но при этом у него нет ни зубов, ничего. У него есть только носовидная голова и очень много вкраплений. И в итоге оказалось, что... Ну, это показатель тревожности. Потому что животное злое, но при этом нет открытых агрессивных проявлений. Да. Рогов, зубов и так далее. То есть это не агрессия, это тревога? Это тревога. То есть ребенок защищается от агрессии. Он говорит, что я злой, но на самом деле у него нет никаких признаков злобы. Вот так. Вот хорошо. Еще у нас следующее. Что мы еще не обращаем внимания? Это на работу с цветом. Как я говорила, в норме должны быть все цвета. Ну, здесь два полярных прям. Первое, это когда цвет вообще отсутствует. Второе, это прям ярко насыщенный цвет. И то показатель либо тревожности, либо первое, это может быть формальное отношение. То есть когда ребенка, значит, не замотивировала, недостаточно его настроила, и он сделал, лишь бы я от него отвязалась. А второе, это вот как раз показатель тревожности, когда мне нужно вот сделать все максимально хорошо. Это тоже тревожно. Да, это тревожно. Когда вот сильно, сильно много, сильно ярко, сильно всего, но это еще не так сильно. Вот дальше. А вот насыщенность, вот когда ребенок жмет карандаш сильно или тонко. Вот, мы начинаем. Разжима с нажимом карандашом, особенности штриховки. На первом у нас линии еле видно. Это плохо или хорошо? Это два полярных. И то, и то не есть хорошо. Это я взяла два полярных, ну, две полярных характеристики. А второе, это когда у нас нажим карандаша максимально сильный. Первый может быть показателем остении ребенка, слабости. Слабости. То есть, да. То есть, когда ребенок не прикладывает усилий к чему-либо. А второе, это наоборот напряженность. Когда я вот настолько сильно держу карандаш, вот настолько сильно нажимаю, что у меня вот штрихи, они получаются очень четкими, очень нажимистыми и бумага выпирает. И то, и то не есть хорошо. И то, и то не есть хорошо. Хорошо. Последовательность. Последовательность рисунка. Мы обязательно наблюдаем. Когда ребенок рисует, мы никуда не уходим. Мы наблюдаем. Мы стоим в сторонке, как надзиратель, да? Желательно не стоять в сторонке. Мы уходим в какое-то место, чтобы ребенок ощущал, что над ним не стоят. Но при этом мы смотрим, что и зачем он рисует. То есть, например, есть такие рисунки, как моя семья, семья зверей, детский сад и так далее. И что, зачем идет. И это показатель того, что для него более значимо, менее значимо и так далее. И адекватность рисунка в возрасте. Но это прям основа основ. То, что мы видим. Шестой рисунок. Это называется головонок. Он присутствует для детей, у которых возраст до 4 лет. Далее дети начинают им пририсовывать руди-ноги ординарной линии. Это до 6,5 лет. Далее должны появляться уже объемные руди, объемные ноги. Это до 8,5 лет. И под расстройством возрасту рисунки должны становиться все сложнее и сложнее. Отлично. Так, мамочки, у вас пока нет вопросов по рисункам ваших детей по домашнему? Нет? Ну тогда давай дадим задание нашим мальчикам. Убираем шоколадки. Так, дорогие наши Сергей и Сулустан, тетеньки опять идут к вам. Так, хорошо. Они тут все уже облизывают, сидят себе ручки. Можно я у вас это заберу? Сейчас вот с вами мы проведем маленький тест. Хорошо, шоколад я заберу. Кушать не буду, я верну. Так, скорее у нас осталось парочку минут. Какой тест? Объясняйте, пожалуйста, пока им. Здравствуйте снова. Так, я хочу, чтобы вы мне нарисовали человека. Хорошо? Можете взять любой карандаш. Дышать? Какой хочешь. Карандаш берешь. И мне нужно, чтобы вы нарисовали человека. Все. Хорошо. Побыстрее. Так, мальчишки, ну-ка. Закончите, позовете, хорошо? Да. Надо было нам чуть-чуток пораньше, наверное, дать, да? Мальчики, побыстрее. Вот первое, какой человек в голову пришел, того рисуем скорее. И затем вы потом нам это прокомментируете, да? Я не знаю, сейчас они меня нарисуют, наверное, да? Только не меня рисуйте, пожалуйста. Так, хорошо. И, значит, вот эта методика вот эта, нарисуй человека, да? Здесь на что надо обращать внимание? А дети-то пока нас не слышат, что там важно? Опять так же, берут ли они, сколько карандашей они берут, как располагается рисунок на листе, это середина, это верх, это низ, какой нажим карандаша дети в этот момент используют. Эмоции человека очень важно. Какое лицо они нам нарисуют, потому что лицо – показатель эмоций. И поэтому очень важно, что лицо они нарисуют. Руки где находятся, ноги где находятся. Соответственно, рисунок возраст. А можно мы пойдем туда уже, будем глядеть туда? Так, и может быть, вы… Ух ты! Так нельзя стоять или можно стоять? Вы рисуете, рисуете. Можно, да? Да. Так, это у нас Сергей, это Сулустан. Да, можно с ними даже поговорить. Сережа, а ты кого рисуешь? Подождите, микрофончик дам. Сережа. Знаешь? Сережа не знает, кого рисует. Что я не придумала? Так, а Сулустан кого? А Сулустан там рисуешь? Шелкунчика. Нет? Нет. Это из Майнкрафта этого человека скину. А, ничего себе. Из Майнкрафта, товарищи, рисует он. Какой Шелкунчик Майнкрафт. Так, хорошо. Что там у нас? Вот посмотри, формы достаточно, правильно? Вот если ты говоришь, нужно смотреть на расположение рисунка. Скинуки, они у них неординарные линии, что как бы соответствует их возрасту, разноцветный рисунок. Это плюс. Я понимаю, почему зеленый Майнкрафт, потому что там он реально зеленый. Я так понимаю, он рисует, и вот я сейчас не скажу, как он называется, но этот зеленый тот разрывается, правда? Да. Враг самого главного. Так, пальцы присутствуют, что хорошо. Единственное, интересно, почему последнюю очередь рисует голову? Почему последнюю очередь рисует голову, да? Для меня это, правда, интересно. Но для этого мне нужно будет с ним еще отдельно пообщаться. Так, такое тоже бывает, и пообщаться ты сможешь во время рекламной паузы, а затем мы вернемся и подведем итог этих рисунков, хорошо? Потому что мальчикам нужно время, а человека нарисовать очень сложно. Мне бы сейчас сказали в прямом эфире рисовать, я бы вообще не сообразила. Вы понимаете, вот у султана человечек стоит на земле. На земле. Земля – это всегда признак опора. Отлично. Ну, мы сейчас уходим на рекламную паузу и сразу вернемся после нее. Наши мальчики занимаются арт-терапией и релаксируют. А следующий сюжет специально для вас. Релакс с животными. Как это? Уже давно доказано, что некоторые живые существа положительно влияют на человека. Рядом с ними легче расслабиться и на время забыть о проблемах. Но чем же, по мнению ученых, полезны собаки, кошки, дельфины и лошади? Узнаем прямо сейчас. Начнем с собак. Терапия при помощи этих домашних животных имеет название канистерапия. Все мы знаем, что собака – существо социальное, активное, дружелюбное и верное. При общении с самым лучшим другом человека развиваются эмоциональная и умственная сферы. Собаки поднимают мотивацию. А потому, например, детей с нарушением речи и слуха учат разговаривать в их присутствии. Также они снимают напряжение хозяина, спасают от головных болей, оказывают психологическую поддержку и даже помогают лучше размышлять. Вам будет легче писать текст, готовиться к экзаменам, делать ремонт, если рядом ваш четвероногий друг. Далее, конечно же, кошки. Рядом с ними люди становятся расслабленнее и спокойнее. Общение с кошками хорошо помогает в лечении депрессии и спасает в какой-то степени от одиночества. Австралийские ученые выяснили, что приятные поглаживания стимулируют выработку окситоцина – гормона любви. И понижают уровень гормона стресса – кортизола. Кстати, если вы заметили, что кошка слишком навязчиво ластиться к вам, запрыгивает на колени, по возможности не гоните ее. Таким образом, она не только показывает добрые отношения, но и чувствует, что вам необходимо расслабиться и отдохнуть. А общение с дельфинами тоже благотворно влияет на здоровье человека. Но далеко не все имеют представление, чем обусловлены лечебные качества такого общения и в чем заключается смысл дельфинотерапии. Главный элемент – это ультразвук. Медики знают о его эффекте и используют его в медицине уже примерно 40 лет. Ценность этого метода лечения заключается в том, что ультразвук воздействует не на какие-то отдельные органы, а на клетки организма. Чуткость этих животных поистине удивительна. Они всегда готовы помочь человеку и поддержать его. Теперь поговорим о лошадях. Ипотерапия стала в последнее время очень популярна. Даже у нас в Якутии. Ведь общение с этим прекрасным и сильным животным действительно не может оставить равнодушным. При верховой езде нормализуется как физическая, так и психологическая сфера человека. Во время активных занятий работают все мышцы тела. Происходит тренировка дыхания. Тонизируется кровеносная система. Поэтому не зря говорят, что нужно любить, а главное – ценить животных. Их внимание бесценно, а забота о них должна быть только в радость. Спасибо большое нашей Маргарите за прекрасный сюжет. Ну а мы продолжаем наш эфир и переходим к столику, где сидят наши юные герои. Сергей Сулустан, который занимается арт-терапией и сейчас психолог. Екатерина Градинар расскажет нам, что же у нас получилось. Давайте я начну. Сереж, можно твой рисунок? Спасибо. Спасибо. Так, Сережин рисунок. Что мы здесь видим? Это человек, стоящий также на земле, с опорой. Довольно доброе лицо. Как бы рисунок соответствует возрасту. Руки, ноги объемные, все что-то должно быть. Даже дорисовал что-то, присутствует фантазия. То есть это неформальное выполнение рисунка. Довольно благополучный, хороший рисунок. Сулустан, можно я возьму твой? Можно? Здесь мы судить рисунок по лицу и так далее не будем, потому что он рисовал транкретного персонажа, у которого транкретное лицо. То есть это никак не отображает его эмоциональную сферу. Здесь мы можем проговорить также про то, что просто рисунок соответствует возрасту, объемные руки, ноги, есть тело, все соединено, ребенок с опорой, есть земля, на которой он стоит. Также есть фантазийность. Он дорисовал инструмент, которого изначально у этого персонажа нет. Это лично его уже доработка. То есть вывод нашего психолога, да, дети у нас развиваются по возрасту и особых каких-то проблем, на которые нужно бить там в колокола нет у нас? Нет. Отлично. И я думаю, вот Сергей и Сулустан, сегодня у вас прям был насыщенный день, рисовали на шоколаде, на листочках. Спасибо вам большое. Молодцы, мальчики, вы справились. Забирайте свои рисунки. Забирайте свои шоколадные рисунки. Забирайте своих мам. И, конечно, мы не прощаемся. Мы увидимся, надеюсь, с вами еще когда-нибудь. Спасибо большое вам за прекрасных сыновей, дорогие мамочки. Здоровья вам. Удачи и всего самого наилучшего. Уходим, убегаем. Ну что, мы продолжаем наш эфир, и сейчас хотелось бы поговорить о физическом здоровье нашего ребенка. Вы знаете, я недавно задумалась о том, что вот массаж. Новорожденным детям массаж мы делаем постоянно, да, просто по показаниям, потому что это тонус и так далее. Но если у нас дети школьного возраста, нужен ли им массаж? И для этого мы пригласили в студию Веру Кантоеву. Вера является старшим тренером, преподавателем по легкой атлетике Дю США номер 4, а также она у нас отличник образования Республики Саха-Якутия и массажист. Вера, здравствуйте. Здравствуйте. Вера, вот вопрос мы задать решили. Нужен ли детям в школьном возрасте массаж? Так, массаж нужен в любом возрасте, безусловно, всем. Вот с рождения, ну, и до старости лет. Вот я тренер, да, и физическое развитие ребенка играет очень важную роль. Вот тот, кто занимается физкультурой, каким-либо видом спорта, он, во-первых, стрессоустойчив. Стрессоустойчив. Да. И психологически, вот я как тренер, да, вот нас учили как. Тренер – это психолог, это педагог, это физиолог, это врач, это массажист, это и должно быть, в общем, для воспитания ребенка, для ребенка самого, второй мамы. Это значит, она должна уметь все. Не то, что тренировать и пошла, а все она должна уметь во всех случаях жить. То есть для мамы надо быть и массажистом, и… Да, во всем, всем надо быть. И везде надо успевать, и все надо быть. Для ребенка и авторитетом, и всем. Вот, например, вот в последнее время мы стали ездить на сборы, да, и там для ребенка я все. Вот массаж, например, да, она имеет важную роль в жизни человека с рождения до смерти, конечно, да, можно сказать. Но с давлением, конечно, вот сильный массаж не нужен. Массаж различается на, как бы, на… Лечебный массаж, да? Лечебный массаж, классический массаж, восстановительный, спортивный и, конечно, этот… А вот у нас вопрос все-таки мы сегодня про детей говорим. Да. Вот давайте начнем с того, что вот ребенок посещает школу, да, приходит домой. Как нам нужно создать атмосферу для того, чтобы начать вот этот домашний массаж? Мы не говорим про лечебный массаж, а для вот с целью профилактики и релакса. Так, вот я про то и начала говорить, да, вот именно мы едем на сборы, и я там в роли мамы тоже. Потому что ребенок там вдалеке от родителей, и я вторая мама. И, значит, когда мы… Начинается сон, вот начинаю ложить, я сейчас стала применять что? Поглаживать. Поглаживать. Вот просто пойти поцеловать. Это вот стало, обняло и… И всех воспитанников погладили. Вот по комнатам от мал до старых. Всех. Всем ваши любви хватает? Да, всех. И они вот на место того, чтобы кричать, если ты их посылуешь, если ты их погладишь, они быстро заснут. Поэтому вот успокаивающее действие от состояния человека, который вот это делает, оно зависит. Если ты раздраженная, пошла вот с такой рукой движение, ничего не получится. Если ты спокойно, с любовью погладишь, быстро заснут. То есть нужно сначала прийти ребёночка своего и погладить? Конечно, погладить спокойно. Если даже вот плачущий… Вот, например, да, плачущий ребёнок, если ты его погладишь, она быстро успокоится. А если ты её будешь чем-то вот слова-слова-слова, что-то она бесполезная. Хорошо, но сегодня я выступаю в качестве ребёнка, но хотя давно уже не ребёнок, ну ладно. Хорошо, я ребёнок пришла со школы, и вот я, не знаю, учставшая, и я думаю, и мама, вы моя мама. Вот, чтобы вы мне сейчас, вот у нас осталось буквально несколько минут, чтобы вы сейчас мне посоветовали бы мамам делать детишки. Я хотела показать рисунок, но потом покажу, да, получается. Вот, значит, у меня, во-первых, есть такой аппарат, я всегда ношу вот такой аппарат, да. И на сборах они вот физиотерапевтический аппарат, когда что-то с ребёнком случается, я включаю, и есть у меня там книжка, и там точно нужно сделать массаж, регулировать. Там регулируешь все, вот она во всех заболеваниях, и в том числе, успокоить человека, расслабляющие действия. А, тоже в физиотерапии, да? По точкам, да, вот в физиотерапии. Здесь у меня вот точки есть, да, вот здесь я её нажимаю вот на эти точки. На спине, да? На спине. Вот здесь покажите мне. Да, вот здесь то же самое можно сделать и руками. Да? Ну как? Это какие точки? Спокойно вот здесь, сначала поглаживание спокойно делаешь. Конечно, волосы. Волосы, да, можно убрать их. Спокойно вот поглаживание. Здесь тоже. Вот везде и всюду есть разминание, да? Разминаешь, поглаживаешь. Не сильно, да? Не сильно, спокойно вот так держишь. Если ребёнку больно, она сразу даёт знать. Конечно. Движение какое-то всё равно. Поэтому спокойно вот массажируешь, начинаешь вот точку нажимаешь спокойно. А знаете, я вот хотела... И всё расслабляется. Вот здесь три точки, вот здесь, вот здесь. То есть вот это основные. Да, основные точки. И вот в любом месте человек может погладить, успокоить ребёнка, вот так пожать. В общем, будет очень нежный массаж. В общем, чтобы они научили детей делать. Быстренько, у нас 30 секунд. Вот пальчик массажирует. Спокойно пальчики массажирует, спокойно, вот так, да? И вот здесь есть точка. Вот здесь? Да, вот здесь спокойно. Вот у кого давление, тоже понижает давление, потому что успокаивает она. Вот здесь нажимаешь точку. Вот эту точку. Минуту, две минуты вот здесь точка. Ну что, дорогие друзья, мы вместе с первого времени рекламной паузы успокаиваемся, массажируем эти точки и пальчики. Дорогие мамочки, заключительный блок мы посвящаем интересному занятию йогой. А ведь йога показана детям. Дорогие друзья, вы сейчас видели небольшой. ролик занятия йогой. И это не заграничные съемки. Так у нас занимаются дети в Якутске. И давайте пригласим в студию Людмилу Зайкову. Она является инструктором хатха-йоги детям. Проходите, пожалуйста. Людмила, здравствуйте. И интересный факт. Ваши дети неспроста на видео говорят на английском языке. Ведь вы у нас являетесь преподавателем йоги и внедрения английского языка. Это ваша личная идея, правильно? Ну, да, это совместная идея. Да, я соучастник. Соучастник. Да. Вот расскажите, пожалуйста, что за интересные занятия, как проходят они, и вообще для чего детям заниматься вот этой йогой? Не каждый взрослый отважится на это. Да, не каждый взрослый. На самом деле в современном мире детям двигается довольно, ну, мало. Получается, что в основном родители занимаются безопасностью детей и ограничивают их в передвижении. Довольно часто такое случается. Даже в школу ездят на машинах. Даже в школу ездят на машинах и так далее. Это все понятно. Мир растет, нас становится больше, нам становится тесно, и как бы движение становится более ограниченным. И йога – это новая форма, которая позволяет детям двигаться больше. Как бы странно ни звучало, да? Как бы странно ни звучало. Йога – это всегда вот ассоциация такая, что вот сидит там йог на месте, медитирует, гипнотизирует змей, что-то такое. На самом деле йога – очень подвижный вид занятий. Мы работаем с составами, с мышцами. То есть ребенок физически нагружен. Да. Хорошо. С какими тогда проблемами может попрощаться ребенок, если вот начнет заниматься йогой? На самом деле у детей есть одна и та же проблема сейчас, особенно у школьников и у школьников младшего возраста, начиная с них, да? Начинает формироваться позвоночник до конца, да? Где-то к 7 годам шейные позвонки уже приобретают такой вот взрослый, просто взрослую форму. И дети начинают костенить, прямо затвердевать. Парты не способствуют, не знаю, оздоровлению, потому что дети все время находятся вот в таком положении. Бывает такое положение, оно называется компьютерная шея. Вот такое съезжание вперед шеи, это бывает у людей, которые постоянно занимаются с компьютером. Да, вот прямо сразу, да? Да, я уже у меня шея зашевелилась вот так вот, я думаю, что ты, компьютерная у меня шея или не компьютерная? Да, вот есть такое понятие компьютерная шея, она же относится еще и к детям. То есть позвонки, которые уже затвердевают, начинают формироваться, нам их очень важно иногда расслаблять, выпрямлять обратно, чтобы у них не затвердело все. Вот так вот, то есть йога с этим справляется. Сколиоз, наверное, да, можно исправить? Сколиоз не исправляется. Не исправляется йога. Мы мышечно помогаем ребенку преодолеть эту фазу. Сколиоз – это период, когда у человека позвоночник искривляется, да, вплоть до 14 лет. И как бы помешать этому трудно, но помочь можно. Людмила, а вот у меня вопрос, да, с какого возраста, во-первых, можно заниматься, а во-вторых, вот у меня дочь гиперактивная, ее посадить в позу лотоса и сказать «сиди так», ну, будет очень сложно. И это вообще реально ли для детей, которые занимаются гиперактивными, ну, вот, гиперактивные дети? Гиперактивные дети, у меня были такие дети. Они приходят, и сначала нужно дать им попрыгать, побегать. То есть там уже физическая активность, она такая интенсивная. Плюс мы же занимаемся изучением английского языка, поэтому там изучаем слова активные, jump, run и так далее. И дети, они сначала набесятся, потом я их укладываю и говорю, вот, надо полежать и посмотреть, что у тебя в теле происходит, почувствую, где у тебя какие мышцы работают. То есть спокойствию все равно можно приучить их с помощью йоги, да? Такому духовному, наверное, спокойствию. Дети становятся спокойнее, но мы не лишаем их физической активности. И с какого возраста можно заниматься йогой детям? С шести лет, с того момента, как позвоночник уже начинает формироваться. До этого времени там у детей появляются такие формы занятий с мамой вместе, да? То есть мамы, когда занимаются сами, дети тоже перенимают. Есть йога с малышом, очень хорошая. Йога с малышом? Йога с малышом. Мама занимается, ребенок находится рядом. Вот так вот, да? Ой, я уже представила себя с Миланой. Да, мама занимается, ребенок находится рядом. Ребенок смотрит на вас и смотрит ваш язык тела. Если маме нравится заниматься, ребенок будет впоследствии тоже заниматься. Какие красивые. И у нас это тоже практикуется? У нас это тоже практикуется. Как здорово, да? Интересно. Мне кажется, когда твой ребенок будет смотреть на тебя, да, это не главное ли мотивация, да, чтобы сделать вот эти все позы? Это прям здорово, хорошо. И все-таки мы занимаемся еще и английским туда же. Туда же, потому что детям скучно заниматься просто йогой. Это такой небольшой трюк, да, чтобы детям было интересно. Потому что сейчас все на английском языке, и почему нет? Отлично. Давайте мы пригласим девочек к нам в студию. Это Амелия Корнилова и Ксюша Зайкова. Проходите, пожалуйста, девочки, к нам. Это ваши воспитанницы, которые занимаются хатха-йогой. Девочки, здравствуйте. Проходите на ваши коврики. И очень бы хотелось посмотреть, как у вас проходят именно занятия по йоге, еще и на английском языке. Я переводчик. Опустите правое. Левое плечо. Идите наверх. Еще раз. Вниз. Ложитесь вниз. Поднимитесь наверх. Очень хорошо. Это упражнение можно делать дома. Да? Это для того, чтобы как раз-таки избавиться от компьютерной шеи, для того, чтобы хорошо развить... Вниз, плечо вверх и вверх. То есть, плечо вниз, плечо вверх. Вот таким вот волнообразным движением. Это очень хорошо позволяет плечевому суставу поработать. Так. И еще какое-нибудь, давайте, движение девочкам. Давайте еще одно. Вот это всего-навсего. Вот это упражнение, выведение назад и отведение подбородка назад, позволит расслабить шею. Да? То есть, буквально 3-4 раза в день. И этого будет достаточно, чтобы мышцы шеи не уставали и не затвердевали вот в таком положении компьютерной шеи. Ну-ка, еще раз. Roll your shoulders. Давайте еще раз. По-русски сейчас. Давайте по-русски. Отведем плечи назад круговым движением. И подтянем подбородок, втянем его в горло. Хорошо. А еще избавить от второго подбородка взрослых. Дышим. Да. Хорошо. И обязательно дышите. Дышим. Хорошо. Breathe. Хорошо. Very good. Можно еще одно упражнение показать. Поставим снова на четверенькие руки. And roll your shoulders back 10 times. Назад. 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 Go back. And then roll to the front. To the front. To the front. Yes. То есть, различные шевеления плечевого сустава, они очень хорошо влияют именно на плечи, на плечевой и шейный отдел, от членов вратникового зона. Вот так вот, да? Хорошо. Интересно. Ой, девочки, а вот вы все понимаете, что вам говорят Людмила на английском языке? Так, ручку, микрофончик. Все понимаете? Больше половины, да. Больше половины, да. Держи-ка микрофончик. Хорошо. И это у нас Амелия, правильно? Да. Амелия, сколько времени ты занимаешься йогой? Почти час. Нет, а по времени год, два, три, сколько? Месяц, да? Сейчас только месяц. Месяц. Тебе нравится, да? Два месяца. Хорошо. А Ксюшенька, Ксюша, ты сколько лет занимаешься йогой? Ну... Давно. Давно. Давно, сколько? Ну, можно, наверное, понять, что это дочь, наверное, да? Да, это моя дочь. Да, и вот Людмила, сколько лет она занимается-то с вами? Ксюша сначала была просто наблюдателем, ей было интересно, а потом она стала, ну, как уже, 3-4 года уже точно. 3-4 года, да? 3-4 года присоединяются ко мне во время практик, я считаю, очень положительно влияет. Так, хорошо, Людмила, мы приглашаем вас обратно к нам на диванчик, а девочки, спасибо, проходите в гостевую комнату. Ну, вот, все-таки говорим дальше мы вот о таком интересном виде физической нагрузки, как йога, да? Бывает такое, что ребенок отказывается, это же все-таки физически-то тяжело. Вот как с этим бороться? Мы предлагаем ребенку на занятиях немножко отдохнуть. На самом деле дети очень коллективны. Они, если начинается такое, что вот мне трудно, я не буду, хорошо, не делай, посмотри, как делают другие. Ребенок все равно потихоньку присоединяется, потому что всем хочется играть. А мы проводим все это в такой, в игровой форме. Очень любимое занятие у детей поиграть в лаву. То есть мы говорим, пол это лава, они стоят только на ковриках, коврики это лава, они стоят на полу, например. Вот так вот, да? То есть вот они в игровой форме все у вас происходит. Очень интересно, да? А мы все-таки говорим о том, что йога сейчас стала настолько популярна не только среди взрослых, но и среди детей, да? Активно популяризируется этот вид физической деятельности, да? Вот, может быть, расскажете нам о таких самых известных детях, которые занимаются йогой? Вот интересно просто. Да, я расскажу сегодня о Табе Аткинсе. Табе Аткинс это мальчик, у которого мама болела раком, да, когда он был маленький. Он увидел, как йога помогла ей в постреабилитации после того, как ей провели операцию. То есть мама заболела? Да, мама заболела. Он увидел, как йога помогла маме и попросила ее стать инструктором. Ему было 11 лет, когда он сертифицировался. Сейчас он преподает детскую йогу. У него очень много сертификатов, он сертифицирован для детей с различными заболеваниями и так далее. То есть вот такой, да, юный мальчик, да, и уже преподаватель. Да, он увидел, как это помогает маме, решил, что может помочь всем людям. Я о нем рассказываю девочкам, рассказала уже девочкам, написала о нем и отправила ему видео, как мы занимаемся, как мы делаем приветствия Солнца. Он ответил, что он очень горд, очень рад и, ну, как-то так. То есть вы его контактируете с этим мальчиком, да? Да, то есть о наших девочках из Якутска знают в Калифорнии. В Калифорнии, да? Замечательно. Ну тогда мы, может быть, совсем скоро увидим этого шоколадного мальчика у нас в городе женщин. Пусть приезжает к нам в Якутск, преподает нам йогу, да? Хорошо, я передам. Передавайте ему привет, пламенный. Хорошо. Ну, знаете, я бы хотела с вами поделиться тут небольшой информацией. Пройдемте вот сюда. Готовитесь ли вы к Новому году? Да. Готовитесь. Хотела бы вот вам посоветовать приобрести вот такой замечательный шоколад. Вот обратите внимание на то, что это не просто шоколад. Это такой, это ручная работа, между прочим. Посмотрите, можно собрать вот такую композицию из шоколада ручной работы. Это будет не только памятным подарком, да, но еще и вкусным. И это все предоставляет нам магазин Канфаэль. Кстати говоря, у них различные акции, бонусы. Вы можете приобрести все онлайн. В общем, товарищи, дорогие телезрители, готовимся к Новому году. Вот такие интересные подарки, мне кажется, будут приятны любому. И мужчине, и женщине, и коллегам. Всем. Ну что, на этом наш эфир подходит к концу. Дарите друг другу радость, любовь, заботу и ласку.